Здравствуйте! Спасибо, что пригласили меня и что так представили. Я думаю, в мире сейчас происходит множество важных вещей, заслуживающих нашего внимания. Но я также считаю, что важно задумываться о долгосрочной перспективе, о том, какие шаги мы должны предпринять уже сегодня, чтобы наше будущее не оказалось ужасным. Сегодняшняя проблема или, скажем так, трудность с беженцами – еще очень радужный вариант того, каким может быть будущее, если мы не начнем действовать с учетом изменения климата. Сегодняшние трудности затрагивают миллионы людей. Но в будущем, если верить научным расчетам, проблема затронет сотни миллионов и гораздо больше. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы мы начали действовать сегодня и признали тот факт, что мы вносим существенные изменения в химический состав атмосферы и океана, и эти изменения почти невозможно обратить вспять. В будущем, когда мы оглянемся на это время, мы захотим сказать, что мы предприняли правильные шаги. Важные шаги. Потому что будет очень сложно отвечать, в смысле через 20, 30, 40 лет в будущем, что вы ответите своим детям или внукам. Понимаете? Я имею в виду, все ученые кричат о том, что случатся ужасные вещи с вероятностью в 97 процентов. И что вы ответите, когда ваши дети или внуки спросят, вас что никто не предупреждал? И вы такие «не, вообще-то все нам говорили». И они спросят «ладно, тогда почему вы ничего не сделали?» Каков будет ваш ответ? Поэтому, я думаю, очень важно сделать что-то. Есть такие вещи, вроде скандала с оксидом азота у Вольцваген. Это плохо, да, но что нас должно волновать больше всего – это проблема СО2. Если задуматься о том, что необходимо для устойчивого будущего, то в одном очень важном аспекте – Германия – очевидный лидер. Этот аспект – производство солнечной энергии. Германия, в плане солнечной энергетики, пока лучше всех в мире. Я думаю, это так даже в абсолютных показателях и уж точно в показателях солнечной энергии на душу населения. Сейчас Германия – лучшая. Куда бы я ни отправился в мире, то говорю, эй, Германия – отличный пример производства солнечной энергии. Народ Германии действительно должен этим гордиться. Вы проделали огромную работу. Но это должно идти в ногу с устойчивым потреблением такой энергии в области транспортировок. Надеюсь, что в этом плане в ближайшем будущем произойдут изменения, потому что сейчас Германия очень хороша в производстве возобновляемой энергии, но совсем не так хороша в ее потреблении, потому что транспорт еще в основном бензиновый и дизельный. Надеюсь, это изменится. Я полагаю, что это самое важное, что может быть сделано для климата, а Германия могла бы стать великолепным примером. Таковы мои надежды на эту тему. Так, посмотрим. Стационарные аккумуляторные хранилища – также важная составляющая, потому что нам требуется устойчивое производство энергии, устойчивое хранение энергии из-за неравномерной природы производства возобновляемой энергии, и это нужно совместить с электрическим транспортом. Тесла развивает стационарные хранилища в виде своих Powerwall и Powerpack, и мы считаем, что Германия – очень важный рынок для этого продукта. Потому что за пределами США, Германия и Австралия – сначала Германия, а потом уже Австралия – наши главные приоритеты. Надеюсь, это окажется полезным. Ну, посмотрим. Вы хотите, чтобы я поговорил также о космосе? Просто не уверен. Да! Окей. Ну, хорошо, раз вы требуете. Мы надеемся снова произвести запуск через пару месяцев, может 6-8 недель с этого момента. Если все пройдет хорошо и мы сумеем приземлить ракету, хотя мы будем счастливы, если она просто доберется до орбиты, конечно. Но надеюсь, что она сумеет также вернуться и приземлиться. Это станет важнейшей вехой в истории исследования космоса, потому что, в конце концов, знаете, мы хотим построить радостное и вдохновляющее будущее в космосе. А чтобы это произошло, нам необходимо стать мультипланетным видом и цивилизацией, исследующей космос. Я хочу сделать акцент на слове «мультипланетный», то есть не просто только на другой планете. Мы должны гарантировать, что на Земле все хорошо, а также распространять жизнь, как мы ее знаем, на Марс и еще дальше. Это станет важнейшим источником безопасности жизни, как мы ее знаем. Но для меня лично еще более мотивирующим фактором является то, что попытка создания самоподдерживающейся цивилизации на Марсе станет великолепным приключением. Это будет реально весело и интересно. Должны существовать вещи, которые вдохновляют и радуют. Жизнь не может заключаться только в решении проблем. Если в ней только проблема за проблемой, зачем вообще просыпаться по утрам. Но если существуют вещи, которые вдохновляют тебя и радуют, и заставляют тебя хотеть, чтобы будущее наступило – это то, что я люблю. Понимаете? Должны быть такие вещи в жизни. Должны быть вещи, из-за которых ты хочешь быть живым. Думаю, Марс мог бы стать одной из таких вещей. И SpaceX пытается добиться прогресса в этом направлении. Конечно, этот процесс очень изменчив, но я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Посмотрим. Вот что я хотел сказать в качестве приветствия. Полагаю, сейчас мы перейдем к интервью. Да? Ладно, спасибо.